поучение владимира мономаха краткое содержание если в двух словах то поучение владимира мономаха по праву считается литературным памятником 12 века оставившим большой след не только в литературе но и в истории россии произведение написанное великим князем киевским владимиром мономахом известно также как поучение детям а теперь немного подробнее своем поучении князь владимир обращается к потомкам к тем кто серьезно воспримет его слова и не станет лениться а будет трудиться он полагает что начало всякого добра это любовь к богу и милосердное отзывчивое сердце и уж если кому-то придется не по душе его грамотка то не стоит его осуждать князь владимир описывает как на решение написать послание потомкам натолкнула его встреча с послами от братьев на пути к волге братьям предлагали ему вместе с ними пойти на ростиславовичей но он отказался в поисках душевного спокойствия князь принялся читать псалтырь именно чтение священного писания побудило его оставить послание будущим поколением первое чему просит следовать князь иметь душу чистую и непорочную тело худое беседу кроткую и соблюдать слово господне каждый молодой человек должен чтить мудрость приходящую с возрастом при стариках следует молчать старшим нужно покоряться внимательно слушать мудрых образованных людей с родственниками и младшими следует обращаться благожелательно без лукавства и высокомерия отрокам необходимо избегать дурных компаний где могут находиться непутевые женщины или любители прожигать жизнь нужно стремиться приносить пользу ближним протягивать руку помощи нуждающимся только так можно надеяться на божественное воздаяние по мнению князя владимира очень важно иметь помыслы чистые и побуждать себя совершать только добрые честные поступки молодые люди не должны забывать заповеди божьих не мстить своим гонителям любить даже тех кто тебя не любит безропотно терпеть все неспосланные свыше лишения не отвечать злом хулителем князь напоминает что все люди грешны и невозможно прожить жизнь не совершив ни единого дурного поступка но нужно всем своим естеством стремиться вести себя достойно в своем поучении князь владимира еще раз напоминает о вреде лени не затворничеством не монашеством не голоданием невозможно добиться милости божий но только трудами пусть и малыми далее он восхищается великими чудесами и благами которые сотворил господь тьмой светом небесными светилами зверями птицами и рыбами удивительным разнообразием которым наполнен мир князь призывает не забывать восхвалять господа и совершать ему поклоны и в церкви и дома ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола и что нагрешит за день то этим человек избавляется князь владимир наставляет потомков которым достается испытание властью не убивать и не отдавать приказов о казни виновных даже если и окажется виновным человек не стоит губить никакой христианской души говоря что-то дурное или нехорошее не стоит креститься и клясться богом в этом нет никакой нужды никогда не стоит забывать что смертным и сегодня живы а за утру в гробу и беспокоиться следует только о своей бессмертной душе совершая добрые поступки если вам понравилось видео то ставьте лайк и подписывайтесь на канал а еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео